Бесконечные звонки от лжесотрудников пенсионного фонда сбили доверчивую пенсионерку с толку. Неизвестные запугали женщину и рассказали, что на ее сбережения опозарились мошенники. Поэтому срочно нужно перевести все деньги на безопасный счет. Было 300 рублей, 300 тысяч. У вас снято 32 рубля осталось на всех счетах. Ну и все. А я говорю, а что же теперь делать? Сейчас передам трубочку. И он передал женщине. Он передал этой даме трубочку. Пока я в хату пришла, она мне уже названивает. Мошенники даже вызвали пенсионерки такси до банкомата. Все действия контролировали по телефону. Но в этот день Курянке повезло. Ее заметил сотрудник МФЦ. Обратился к ней, предложил помочь. Спросил, какие у нее есть проблемы. Бабушка никак не реагировала. После этого еще раз спросил, с кем она разговаривает. Может быть, ей в чем-то нужна помощь. Бабушка сказала, что разговаривает с племянницей и продолжала на банкомате вводить цифры. Вызвало сомнение, что она общается с племянницей, потому что бабушка в телефон обращалась на войну. Мужчина сообщил о случившемся правоохранителям. Сотрудники полиции быстро прибыли на место и успели отговорить Курянку от необдуманного перевода. Женщина находилась в эмоциональном напряжении. Поначалу не хотела слушать, контактировать с нами. Но путем длительных уговоров получилось убедить ее все-таки в том, что это совершают отношения ее противоправные действия. И предотвратить перевод ее в денежных средств. По факту попытки мошенничества возбудили уголовное дело. Анастасия Давыдова при содействии Пресс-службы ОМВД России по Курской области. События дня. Продолжение следует...